Кто-то прошел шалашу нашу, пойдем скорее. Шарик, вперед! Ого! Ну и как тут? Здорово! А что хотите сделать здесь? Спать можно? Спать можно, отдыхать. Шарик мочиться не надо. Смотри, здесь вот так мы положим лаги. Я думаю так, потому что земля тянет сырость. Вот так вот на 6-метровой доске. Вот у меня выходит вот здесь 15 человек и здесь 15 на 30 человек. Игнатьич, высота такая. Смотрите, как трава поднялась. Да, я вижу. Тут придется раскрывать, потом еще маленько сдвинуть. Та сторона плотно не пропускает, а здесь кое-где еще попадает капельки. А там, видишь, порточка открыта. Мы закрыли специально этими, там окно светит. От скотины. А когда первые года был лагерь, тоже в шалашах же спали? Первый лагерь, все были шалаши только, шалаши. По 10 человек в шалаше. Там мы и спали, там жили, и светильники у нас были. Да. Ну, смотри, какая работа проделана. Да. Да. Докосили камыш там и там сколько. Пойдете на плотину, посмотри, сколько выкосил. Это Володя косил. А вот эти вот балочки, они будут вплотную, чтобы ногами не выдавили там крышу-то стену. Угу. Ну. Ну, смотри. Походить-то можно как. Угу. Вот она вот открыта. Вот она. Поточка. Главное, руку сунул туда. Вот сюда вот куда-нибудь зайди с этой стороны. Господи. Вот сюда вот руку сунь. А вот на это смотри на стеклышко-то. Ничего. Вот сюда вот отсюда сунь руку. Правую вот так. И смотри стеклышко-то. Видишь, нет? Нет. Да. Как будто кто-то там лезет. Вот ну и к стеклу поставь правую руку-то. Я подумал, что там кто-то есть. Вот. Тут уже спали. Да. Матрасы тут были. Ребятишки. Красота-то какая. А тут же, знаешь, как прохладно. Тут же не нагревается она как от стен. Да и так слово шалаш. Сейчас в интернет я высел шесть номеров про шалаш. Маш, как начинали строить, посмотри. Все по порядку. Сегодня. О, пошли. Ну а за зиму-то он усохнет. Видишь, как мы закрыли вот этими леточками. Вот такие вот. И вот он уже огорожен. А вот эти балки-то на пол как раз положим, а потом доски на них. Это в этом году будет? Нет. Те же сейчас. А что у тебя грудь открыта? Нет. Это закрой. Блокная такая. Ну тут. Тут всегда были закрыты грудь. Я гоняю, гоняю, ничего у меня не получается. Ну, смотри. Что посетка там? Я грудь открыта. Я грудь открыта. Я грудь открыта. Видишь, как выглядит. А, Дренин здесь, около огорода. Знаешь, что огорода до обеда не берет. Даже долога не догнал. Муха это делает, когда не любят скотину. Вон там, Володя, как загородился. Видели? Посмотри. Да, у нас еще все в карабе стоят. Смотришь, как. Скотина не достанет. А у нас там был шалаш и один год. Весной пришли скотину-то и все съели. Одни ребра остались. Смотри, что не уронили. Ну. А тут флотную подходит. Вот можно эту репку загородить. Надо только сверху смотреть. А ты же как с талопаном подойдет. А с талопаном солнце съедает. Сверху тряпка. А потом придавили. Потому что на стыке здесь, там никак ровное место, оно потекает. Поэтому сюда сверху закрываешь. А если вы говорите, он усохнет, он будет в следующем году пригоднее? Вот это, вот это он еще усохнет. А потом мы добавим у нас целой кучи вон. А. Мы знаем, как мы начнем сдвигать его более плотно. И она ни одной капты не пропускается. Это закрыли мы специально, чтобы ветром не раздувало его. Молодцы. Ну. Зимой такой. Это вы видели, какой камер? Да. Смотрели тоже. А вот где-то маленькая, что она мы сейчас. Мы туда не глядем. Везде. Желослая. Светлый. Вот. Мы сделали все. Кто в степи, так как есть куда подойти. Пойдем. Подождите. Пойдем. Сверху. Прощайте. Субтитры делал DimaTorzok 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 собака не заниматься это почти наверняка потерять ее как у вас он было стал давить овечек у ящуков гусей давите самим хозяин пришлось пристрелить собак выхода никакого нет он уже вкусил крови все это до вафлями закусывать и перейти пришла валя и валя воля но быть открыто я как всегда сделал замечание даже не надо волновалась никогда не позволяйте этого сегодня я не стыжусь сказать это это как образец мусульманин вот у нас приехала и она ее фамилия исправник а сейчас наверно савченко вот вы видели как у нее форма и она то ли она сшила откуда у просит это формата подарили подарили а кто и она наверное я не знаю готова только надела она все и здесь закрывает плечи и здесь вообще прекрасно это можно купить даже за деньги в мусульманском магазине можно сами мешать у нас красиво два платка это надевается так мы поднимем чтобы видно был второй поток сегодня у нас занятия были по 3 главе евангелия матфея я очень много пояснял я не толкую а приближаю на сегодняшний день это называется экстраполяция событий перенести конкретно на сегодняшний день чтобы слово божие живое и действенно заговорила с нами что она не мертвая она живое почитай что нить указы императоров царей были почитал ну интересно как говорят но и на этом все а это конкретно сегодня христос сказал для меня конкретно каждому поэтому слово божие любят по-настоящему только люди глубоко верующие а другой скажет насчетом вот а когда-то было написано 2000 лет назад это не так еще особенно сказать огурцы а библии написано про них когда израиль вышел из египта в пустыне они говорили об огурцах оба чесноке это ставится в укор началась перестройка в россии девяносто первом году люди а тогда было бесплатное образование бесплатная медицина да об этом не говорит рабы фараон уничтожал всех первенцев огурцы до огурцы мы иного земли можем вырастить репчатый лук вспомнили рабы да вот у нас сегодня 9 будет завтра 10 ровно два месяца как мы приехали в лагерь 2 еще два месяца мы здесь сейчас мы все сел и бросаем на плотину если придет бульдозер очень дорого но надо так налить еще говорит я хочу вафли-то водка ну хоть по одной-то съешьте как-то неудобно даже я просто дома недавно ела в карман разделите святые говорили не поешь с нами говорили разделите любовь слова-то какие вот кого-то приглашает и нужно делите с нами любовь то есть любовь требует взаимности а взаимность отличается жертвенностью тогда это искренно открыто ли нас нельзя заподозрить каких-то плохих чувствах или чего мы собака зала я буду володя он у нас не пустолайка он лает на кого-то или коровы идут или еще что-то он вышел горе сестры стоят там мария и лисавета мы пойдем покажем наше состояние ну шалаж понравился там уже разговаривать беседу и туда можно интернет утащить провод или это там очень прохладно и он притом продувается электричество будете проводить электричество свет там нет это опасно одна из краев вспыхнет как в темноте а там же так только такое то него заряжена аккумулятора или ну и конечно если хороший кабель то можно и на лампочка но где-то она внизу чтобы ни одной травинки не задела под большим абажуром каким-то а там нужды никакой нет все открыто а если ночью там комарьяна бьется не рад будешь да вот пришел котик так вот мировой у нас я думаю это лучший код в любой дождь главное но если дождь он ловит без мокрый как левужонок я его сравнивать могу только с володей подкидешь безродный неизвестно откуда котенка в церковь подбросили вот такого вот вот такой вот пологуса а надежда васильна его прикормила потом привезли сюда и он полюбил нас а мы его он ни с кем не дерется его гоняет кошка любая он сразу поднялся и все пришел пошли бы оттуда работать не умеете а только скандалите у него христианский характер вот и сидит на дороге пока мы подъехали уже поймал мыша сидит играет они как будто на него идут сейчас я его подниму сюда покажу да он без сюда езда длинный такой у нас мы еще получается пошли сюда ну подожди маленько подожди потом поешь а вот он какой вот он какой здоровый до длинный какой до серый-серый прекрасный кот безродный никто не будет на него претендовать сколько-то вас снится как ну да все занежился какого кличка надо проверять клещей нет ли у него мурлыка вот так виктор за он знает что его любят и дети и все вам видно его грудка белая на ногах тапочки но никто не знает откуда пришел еще он знает кричал пикал вот он все лег готова дело подище мурлыкает до его виктор газового назвал мурлыка и он когти прямо так вот обжимая какой как когти то распускается но но еще все вылазить будем мы хотели фильм какой-то смотреть а давай опа давайте по воде все уберем мы заставать еще не вылазили видите у нас морозильная камера вот холодильник вода котел конечно не как у барабашей греет это котел из нашей базы вот видишь что все как показать я не пойму это печка наверно до электроплита господи божий наш слава тебе хвалать или милосердный создатели благослови путешествующих братья и болящего парализованного сергея всех кому тяжко то близок к ропоту устаях наполни хвалой и терпение дай перенести крест возложенный тобою благодарю тебя за братья в которых ты сохранил на благовестия александра сергея валерия благослови их обильно и посеянно дадаст добрые всходы благослови патриарха быть здесь если угодно воле твоей святой хвала тебя отец сын и святой дух аминь пошли добрые жители селения наше помоги мне восстановить плотину с братьей аминь аминь спасибо слава христос слава христос но все же как жить можем знаешь какой потолок то у нас какие прожилинки если ничего нет то это хорошо тут у нас а мы сыты они друзья они вместе ходят вон он где идет смотри где получил как вообще ползей ползи 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 ну-ка как ползает это покажи но ха ползи 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 Субтитры делал DimaTorzok В прошлом году ему ножку откусили И как я ему сложил эти лангетки А он срывается, тогда я ему на скафандр надел От 5-литровой банки, видела? Выздоровел, даже нужды нет, даже не хромает Это все ролики выставлены Это всемирно известная собака Маленькая собачка с большим сердцем Видишь, у нас везде написано Идет предел, да? Вот, идет предел, да Мы можем В прошлом году посетили Вот Субтитры делал DimaTorzok